Тот самый момент. Тест-драйв Lada 4х4 с мотором Lada Priora. Так и хочется воскликнуть, ну вот же, автоваз, какого черта нельзя было сделать этого самим? Но мы кричать не будем, ибо во-первых, примерно знаем какого черта, около миллиарда разнообразных причин, а во-вторых, не собираемся задавать глупые вопросы. Гораздо интереснее покататься и понять, годный ли получился мутант. Затянутая во флок панель уже не выглядит столь сиротски, кожаный руль чуть удобнее по хвату, да и на сиденьях, получивших помимо перетяжки кожей усиленный каркас, размещаться гораздо удобнее. Жаль только, что посадке за рулем Нивы такое сиденье принципиально изменить все равно не может. Тюнинговая комбинация тоже неплоха, уж всяко интереснее стандартной, и подвешивает в ней только синий фон дисплея маршрутного компьютера. Индикация остатка топлива проста до безобразия, тупо стрелка, никаких тебе красных зон и зуммера. Благодаря этому мы приехали с теста, имея на борту один литр топлива, заметить дефицит получилось только под самый конец. Что и говорить, увлеклись поездкой, стальной багажник на крыше пригодился бы в дальней дороге, а вот силовые бамперы, передний со встроенной лебедкой и лыжа с защитой агрегатов из 5-миллиметрового металла вполне могут оказаться кстати даже в короткой вылазке, ведь машина настоящий провокатор. Заднего самоблока, лифта подвески, зубастых внедорожных шин и вырезанных под это дело арок Ниве хватает, чтобы обрести почти полную свободу на бездорожье. Там, где на стоковой машине ты обязательно сбросишься, на этой можно лететь почти без оглядки. Автомобиль проглатывает огромные ямы, не клюет носом и не козлит. Спокойно проходит умопомрачительные диагонали, бодро залетает в зверские подъемы. Именно бодро, так что отчетливо понимаешь, стандартная машина умерла бы еще на середине этого восхождения. А причина бодрости – двигатель ВАЗ-21126, состыкованный с совершенно стандартной Нивовской трансмиссией. Этот 1,6-литровый 98-сильный 16-клапанный мотор стоит на Лада Приора, Калина и Гранта, и наравне с 8-клапанным мотором от переднеприводных машин уже давно примеряется инженерами АвтоВАЗа к Ладо 4х4. Однако ВОЗ и ныне был там. Проект остался проектом, если бы не мир тюнинга. В случае с представленным пациентом мы имеем дело со вполне серьезным подходом к делу. Ребята, построившие машину, располагают инженерным штатом и производственным цехом с современным оборудованием. Машина построена по заказу в единственном экземпляре, но найденные на ней решения планируется тиражировать и предлагать покупателям, причем как в виде сделанного под ключ автомобиля, так и в виде кита для самостоятельной установки. Двигатель разместился под капотом продольно, и чтобы он не уперся в моторный щит, его пришлось немного сдвинуть вперед. Место у моторного щита, как видим, по минимуму, зато пространство под радиатор осталось даже с запасом. Можно было бы сместить вперед и коробку, но тогда она уперлась бы в рулевые тяги, поэтому коробка осталась на месте между коленчатым валом и маховиком двигателя. Появилась проставка, а с двигателем коробка агрегатируется через еще одну проставку, состоящую из трех частей. Подобные решения не новы, однако на последующей надежности, как правило, сильно сказывается уровень исполнения. Для идеальной стыковки двигатель пришлось немного положить на правую по ходу движения автомобиля в сторону. Уровень поворота вокруг продольной оси составил 1 градус. Стуковка была спроектирована с прицелом оставить максимум стандартных деталей в трансмиссии, диск цепления, корзину, выжимной подшипник и минимизировать отделение маховика от коленвала. Маховик поставили доработанные, от весты, зубчатое зацепление у него, как у классического, но присоединительные размеры, как у маховика приора мотора. Место стыковки закрыто от пыли и грязи, оригинальным стальным кожухом. Металлические кронштейны опор двигателя остались стандартными Нивовскими, резиновые подушки взяты от приоры, а вот сами опоры двигателя полностью оригинальные, как и кронштейн под навесные агрегаты. Пришлось заново прокладывать в магистрали систему охлаждения, а также перекраивать переднюю часть выпуска, взять тюнинговый паук от приоры и адаптировать его под брюхо Нивы. Картер двигателя тоже пришлось модифицировать, чтобы разойтись с редуктором переднего моста, но при этом сохранить нужно объем картера, его серьезно порезали и фактически сварили заново, а также перепроложили жгуты проводов, ведь вместо штатного Нивовского гидрача, который не слишком хорошо скомпоновался в новую конфигурацию моторного отсека, сюда воткнули приоровский электроусилитель. Конечно, поменяли прошивку двигателя, имеющуюся на рынке для приоры подружились с поменявшимися передачными числами. К слову, главная пара в автомобиле довольно крупная, 4,7, под внедорожные 30-дюймовые колеса. Деталей, в которых обычно кроется дьявол, пришлось учесть массу, автомобиль-то был запланирован вовсе не как корч, а как обычная, просто более лучшая Нива, и получилось достаточно неплохо. Как минимум, в рамках теста ничего из привнесенного в конструкцию из строя не вышло и работало вполне штатно, за исключением показателя среднего расхода топлива. Он показывал немного сомнительные 3 литра на сотню. Нет, мы, конечно, оптимисты, но заявленный изготовителем 8 литров на 100 километров в условном смешанном цикле, что для стандартной Нивы с ее паспортными 9,9 само по себе космический оптимизм верится как-то больше. Ах да, примерно пол раза включился между всего дифференциал, но это уже не к вопросу о переделках. Для Нивы сие является совершеннейшей нормой и фамильной чертой. Забавно, что наравне с верхами у приоровского мотора оказывается есть и низы, по крайней мере, такие, коих обычная Нива не видывала никогда. Взглянем на сравнительные ВСЭХ двух двигателей. На 2000 оборотов в минуту разница в моменте уже заметная, да и за рулем она очень ощущается. С места эта Лада 4х4 берет очень и очень резво, а при желании можно тронуться даже с третьей передачи при стандартном ряде в раздатке. Однако на ровной дороге с ростом скорости, конечно, появляются проблемы. Высокопрофильные шины, выросший центр тяжести и приоровский электроусилитель, впрочем, убивают обратную связь. Околонулевую зону и все эти вещи столь любимые активными драйверами. С другой стороны, машина легко держит 130-140 км в час. При соблюдении аккуратности на этих скоростях, в принципе, можно уверенно перестраиваться, а то и ехать даже быстрее. Но мы лучше немного сбросим скорость и резюмируем ощущения от динамики. Ощущения странные. В вое раздатки изменившийся звук мотора растворяется совершенно и в какой-то момент начинает казаться, что едешь на обычной Ниве. Но в первый раз от этой мысли отказываешься, когда продавливаешь газ. Машина-то едет. А во второй, когда добираешься до 4500 оборотов в минуту. Вой раздатки переходит в ультразвук и неводовские инстинкты начинают вопить на той же ноте. Переключайся. Однако, под педалью еще и зарядный запас тяги. И можно продолжать ускоряться, ведь это те обороты, на которых приора мотор дышит полной грудью. Космического ускорения, конечно, нет. По нашим полевым замерам получилось скромные 13,8-14,2 до 100 км в час. Но разница со стоковыми 17 секундами, замеренным в идеальных условиях, ощущается отчетливо. Это как раз те секунды и ньютонометры, которые Ниве не хватало. Кстати, о ньютонометрах. Максимальный крутящий момент двигатель от 212-14, в паре с которым работает на стоковой Ниве классическая пятиступка, 129 Нм, а установленный в тестовую машину приоровский ВАЗ-211-26 развивает 145 Нм. Переварит ли старушка трансмиссия возросшей нагрузки? Самое время вспомнить, что старушка-то уже много лет как не та. Ведь изначально классическая пятиступка была другой, имела на вторичном валу пакет из 11 деталей, стягиваемых гайкой. У четырехступки деталей было всего четыре. В начале нулевых был освоен так называемый разорванный пакет, в котором удалось уйти от прежнего недуга, само выключение пятой передачи, что на классике было терпимо, а на Нивах и Шнивах уж совсем нет. В рамках модернизации коробка получила ряд точечных апгрейдов и усилений, опять-таки под полноприводные нагрузки. В январе 2004 года, сразу после запуска обновленной механики в серию, Вотинов, возглавлявший тогда отдел трансмиссии ДТР ВАЗа, в интервью корпоративному изданию «Волжский автостроитель» говорил об обновленной коробке следующее. Стоит добавить, что многочисленные стендовые и дорожные испытания подтвердили верность конструкторского замысла. Испытатели нагружали коробку крутящим моментом не в 132, а в 165 Нм, что соответствует двухлитровому двигателю. И результаты хорошие, все коробки выдержали это испытание. То есть в теории мотор от переднеприводника на Ниву можно было ставить уже тогда, никоим образом не зарываясь трансмиссионные дела. Что получилось? Не получилось на практике, всем известно. И главный вывод тут такой. В 2018 году мотор от переднеприводника не способен сделать Ниву новым автомобилем. Лет так 15 назад он позволил бы Ниве серьезно обновиться, а 25 лет назад и вовсе пережить второе рождение. Сейчас же плюсы нового мотора уже никак не перевешивают трансмиссионный войт, эргономику из 70-х и отсутствующую пассивную безопасность. Да и вкладываться в такое обновление древнего автомобиля никто на заводе уже не будет. Но рецепт, который столь долго нащупывали и продвигали, а так и не продвинули на вазе, наконец-то освоили тюнеры. И скоро они предложат его потребителю. Изготавливаемой штучно или мелкой серии такой Ниве по-прежнему нет цены. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новости из Автомира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!